Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал! Очень рада вас всех видеть! Сегодня я хочу поговорить о наболевшем. Надеюсь, это видео вам будет интересно. Хочу вам рассказать, как я спасла свои волосы, которые, как мне казалось, достигли уже точки невозврата, когда я видела единственный выход, это просто их остричь. Но, тем не менее, я нашла способы, я их восстановила. И хочу вам рассказать сегодня о своих методах, о своих способах и также, как, в принципе, ухаживать ежедневно за тонкими и редкими волосами, как держать их в порядке, держать их в форме. И если вам интересно такое видео, то, конечно же, продолжайте смотреть. И я желаю вам приятного просмотра. Я вставлю обязательно фотографии. Я уже рассказывала в одном из своих видео, но повторюсь, я очень долго, в принципе, обслуживалась только у профессионального мастера, долго красила волосы хорошими, надежными красками, на которые можно положиться, но потом в какой-то момент, так как я довольно эмоциональный человек, мне просто что-то взбрендило в голову, и я с какой-то дури, не знаю, с какой вообще, я пошла в магазин, купила краску Горанье, я уже не помню, какая это была, из какой линии, и покрасилась. Потом я еще покрасилась какой-то краской Лориал, и потом опять какой-то краской Горанье. И после трех этих покрасок, моим тонким, таким несчастным, измученным волосам просто приснился страшный сон. От моих волос не осталось практически ничего. Они у меня осыпались, они у меня отваливались, я не могла их уложить, потому что у меня все кончики, все торчало вот так вот в разные стороны, и никакими килограммами силикона я не могла пригладить эти какие-то торчащие, как солома, во все стороны волосы. Я не могла сделать никакую укладку, я не могла залезать волосы, потому что в месте зажима или залома, там, где находилась околка или резинка, волос просто обламывался. То есть я поняла, что мой волос был настолько сухой, и настолько уже пустой, и поврежденный, что ему не помогало ничего, какие бы средства я не наносила. Волосы мои ничего не спасало. И естественно, единственный из выходов, чтобы не оставлять за собой, как улитка, мокрый след, так я разбрасывала везде за собой свои волосы, был вариант их остричь. Я его даже вообще никаким образом не представляла. И поэтому я обзавелась всякими талмудами в интернете, какими-то форумами, статьями, начала изучать много информации, также доставала какие-то знания из окромов своего мозга, выработала для себя какую-то систему ухода и какую-то систему лечения своих волос, для того, чтобы их восстановить. Давайте я буду говорить по каждому пункту по отдельности. Первое, что я хотела бы сказать всем, мы прекрасно знаем, что наши волосы постоянно обновляются, выпадают старые, начинают расти новые. И многие обладательницы именно тонких волос, я думаю, обладательницы другого типа волоса, они вряд ли меня поймут, но обладательницы тонких волос, они знают, что такое, когда волосы не растут. Когда они не растут, не знаю, длиннее мочки уха или длиннее плеча, и невозможно просто отрастить длину больше, потому что волос просто не дорастает, ему не хватает жизненной силы для того, чтобы отрасти длиннее. И он такой несчастный растет, и он такой вообще бедненький растет, что малейшее какое-то воздействие сразу же, либо волос выпадает, либо отламывается, либо еще чего-то. И, конечно же, первое, о чем я задумалась, для того, чтобы мне восстановить свои волосы, и в принципе обновить, и потом со временем отрастить до той длины, которую мне хотелось бы, мне нужно, чтобы они росли. Лично мне в этом очень сильно помогли масла. Я не буду называть, какие конкретно масла, потому что каждому свое, каждый должен попробовать разные, и понять, какие масла каждому нравятся больше всего, у каждого свои фавориты. Когда я волосы свои пережгла и испортила, они у меня были очень белые, потом я, когда стала отращивать свою длину, я просто начала на свой натуральный цвет делать очень-очень мелкое милирование. И, в принципе, если как бы присмотреться, можно заметить у меня вот этот перепад, там, где уже свои отросшие волосы с мелированием, и там, где блондированные волосы, по которым потом просто со временем мы пустили темные прядки. Я начала делать мелирование в конце августа прошлого года, и где-то в начале сентября, то есть спустя 12 месяцев, спустя год, мне стало интересно, сколько же волос у меня отросло за вот этот год. Все знают, что в месяц по статистике отрастает 1 сантиметр волос. Я взяла сантиметр и просто померила от корней волос до вот этой вот части, где начинаются уже пережженные волосы. И, девочки, у меня за 12 месяцев за год отросло 22 сантиметра. То есть, по статистике, у меня должно было отрасти 12 сантиметров, но у меня отросло 22. То есть, если бы я не состригала вот эту поврежденную часть волос, которая мне не нравится, у меня бы уже сейчас волосы были ниже груди. За год, мне кажется, это более чем результат. И благодаря маслам можно ускорить рост, можно его стимулировать, и можно запустить вот этот вот процесс для того, чтобы ваши волосы росли. Я попозже расскажу, как именно я наношу масла, что я с ними делаю и так далее. Второе, это секущиеся кончики, которые пушатся, торчат во все стороны, их невозможно пригладить, и ничего им не помогает. Это сигнализирует о том, что ваш волос очень сильно поврежден. Все мы знаем, что волос имеет строение елочки, вот эти вот чешуйки, которые залепляют, если можно так сказать, сам стержень. И что такое сечение? Просто в каком-то месте чешуек, волос вместе с этой чешуйкой отходит от основного стержня, и просто вот так вот отслаивается. Получается, ну вот, да, были чешуйки, вот так вот как бы один кусок волоса отклоняется и либо отламывается, либо расслабится вообще на 3-4 части. Может быть, это где-то отломаться вообще посередине длины волос. Поэтому, конечно же, если кончики секутся, если вы не можете никакими там средствами, флюидами, даже силиконами их загладить, они все равно торчат во все стороны, в первую очередь, это не презентабельно, во вторую очередь, это значит, что волосы очень сильно повреждены, и им нужно очень большое количество интенсивного питания. В каком бы состоянии не были мои волосы, как бы они подначалу страшно не выглядели, у меня не было ни одного секущегося волоска, ни одного. То есть, у меня, как вы можете видеть сейчас, при том, что вот этот блондированный кусок, испорченный, пережженный, у меня абсолютно нормальные кончики, которые гладенькие, которые не пушатся, не торчат во все стороны, и что такое сечение, в принципе, я забыла. У меня всю мою жизнь стеклись волосы. Благодаря тому, что я пользуюсь маслами постоянно, систематически, интенсивно, я не знаю, что такое секущиеся кончики, уже больше года вообще совершенно ни одного у себя на голове не видела. Третий немаловажный факт, это гладкость и блеск волос. Конечно же, на осветленных волосах, на блондированных, на милированных, или вообще на светлых, на них тяжелее гораздо добиться блеска, и гораздо тяжелее добиться гладкости, чем на темных волосах. Но все-таки это возможно сделать. И поверьте, никакие волосы, какие бы они ни были, какой бы длины они ни были, если они будут тусклые, будут выглядеть как мочалка, они не будут выглядеть красиво. Сейчас скажу о таком немаловажном тоже факторе, четвертом, и я думаю, девочки с очень тонкими волосами меня поймут. Есть такое ощущение, вот когда особенно вы идете к мастеру и остригаете какие-то кончики посеченные, либо вообще просто подстригаетесь, вы не видите волос, вы видите пыль. То есть мастер вас постриг, а вокруг вас не волосы лежат, а вокруг вас просто пыль такая, бесцветная, бесформенная. То есть вы даже не можете разглядеть в этом всем именно волосинку. Это просто такое, что какая-то масса непонятная. И, конечно же, это психологически очень давит. И, конечно же, это говорит о том, что волосы в очень плохом состоянии. Это, конечно же, очень странно звучит, но я думаю, это немаловажно для обладательницы тонких волос. И вы меня поймете. Давайте, чтобы я не была голословна, я вам покажу количество своих волос. То есть если я их скручу вот в такой вот жгутик, то это все. То есть у меня толщина волос будет тоньше пальца. В принципе, как вы понимаете, совершенно немного. И, конечно, говорить о каких-то пучках, каких-то хвостах, прическах не приходится, потому что не с чего тут вязать какие-то хвосты и пучки. Но, тем не менее, выглядит, на мой взгляд, это мои волосы хорошо, красиво, здорово. И вы также это замечаете, вы также пишите мне в комментариях, замечаете, насколько мои волосы меняются со временем, как я снимаю видео. Мне это очень приятно. Это говорит о том, что все-таки мои методы и мой способ ухода работает. Конечно же, давайте трезво оценивать ситуацию. Что нам заложено природой, то и будет. Мы просто можем либо поддерживать это в хорошем состоянии, либо запустить толщина волос, густота, это все формируется еще в утробе матери. И это генетика, и от этого никуда не уйти. Точно так же, как прямые волосы никогда не станут вот такими вот, как у афроамериканцев, кучерявыми, точно так же, кучерявые волосы никогда не станут прямыми. То есть, как природа заложила, так оно и будет. Единственное, что мы можем, поддерживать это все в хорошем состоянии и не испортить то, что нам дано. Также еще хочу отметить пятый момент. Это каждому свое масло, каждому свой шампунь, каждому свой кондиционер и каждому своя маска. Знаете, когда я читаю комментарии и не у себя под видео вообще, там, этот шампунь не работает, потому что я его попробовала и он мне не подошел, он не работает. Или это масло не работает, потому что вот я им пользовалась и на мне, но не сработало. Ребят, сколько человек живет в мире, на планете? Ты всего лишь один человек. Как ты можешь брать на себя ответственность и говорить, работает вот это или нет, полагаясь только на одно единственное собственное мнение? Представляете, если косметические компании будут производить продукцию, тестируя ее там на одном человеке? Ну, это же просто смешно, честно. Поэтому хочу сразу сказать, учитывайте тот момент, что каждому свое. С теми же маслами перепробуйте все масла. Это не значит, что если ваш любимый блогер говорит, что ему больше всего подходит кокосовое масло, то вам нужно пользоваться только кокосовым маслом и больше никакие другие не пробовать. Нет. Перепробуйте кокосовое, оливковое, кунжутное, масло авокадо, масло жжаба, виноградные косточки, абрикосовые косточки, касторовое масло. В общем, перепробуйте разные, попользуйтесь ими какое-то время и поймите, какое вам лично для ваших волос, для вашей кожи, для вашего гормонального фона, для многих других факторов подходит лучше всего. То же самое касается шампуней, масок, кондиционеров. У всех у нас все по-разному, все нужно пробовать. И поэтому, конечно же, прислушивайтесь к меню других людей, но в первую очередь полагайтесь на себя и слушайте себя. И давайте теперь перейдем конкретно моим советам, конкретно моим трюкам и методам. Я вам расскажу поэтапно, что и как я делаю со своими волосами.